всё будет как стать более женственный но для начала понять что это значит женственность это доброта мягкость принятие поэтому включать в себе доброту мягкость принятие что касается внешних признаков речь более плавная более тихая да не не тараторим не машем руками не суетимся вот это вот все про женственность женственность конечно очень крутая штука многие недооценивают я как раз когда делала тренинг там приводила такой пример активность это огонь женственность это вода но вода такого плана вот огонь молния это сразу видно издалека что это сила опасность да такая сосредоточенная сила как шарахнет или как испепелит женственность это вот такая как бы пассивная но в то же время сильная сила это как начинается дождь и вот он идет 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 если он не прекращается он вода поднимается все затопляет понимаем да вот женственность это как раз вот этот тип силы она незаметна но она вот города берет поднимается и так что очень полезно развивать вы уже сколько написали как вы быстро пишите посмеяться от души но если есть цели встретимся и посмеемся нужно ли прощать людей которые обидели нужно вообще в идеале нужно не обижаться вот это высший пилотаж не обижаться а если обиделись то конечно нужно прощать прежде всего для вас самой все что мы делаем мы делаем для себя самих в первую очередь и вот это вот простить людей не для того чтобы им хорошо сделать еще что то потому что они про вас уже забыли может быть давным-давно они уже еще кого-то обидели и не один раз для себя самой простить чтобы освободиться потому что обиды это балласт и это некая незрелость хотя конечно тяжело 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 но нет предела совершенства ой спасибо за красивые хорошие слова спасибо что делать когда понимаешь что хочешь изменить в своей жизни буквально все как заткнуть внутреннего критика который говорит да что наверное вы не сможете затыкать его постоянно сначала будет не получаться потому что это будет знаете как такой внутренний диалог он будет орать что-то он же уже привык он знает он там распоясался у всех нас потому что многих из нас воспитывали на критике делали из нас человека путем именно критики не путем подбадривания а путем критики ну потому что так проще и вроде бы яснее сделал плохо критикуем сделал плохо критикуем сейчас конечно нужно от этого уходить потому что более экологично все-таки подбадривать себя я вот буквально сейчас когда уже бежала бежала выбежала выбежала из машины бежала через дорогу в одну сторону смотрю другой другой там что-то ну в общем как всегда и машина проносится я говорю себе пожалуйста будь внимательней я тебя очень прошу вот это то как я с собой сейчас разговариваю раньше это было бы идиотка ты что опять сколько раз я тебе говорила не нужно вертеться на дорогах понимаем да поэтому вроде бы то же самое но две огромные разницы затыкайте нещадно критика и постепенно он будет все тише 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 у вас появится другой голос который будет вас подбадривать то есть работаем в двух направлениях критика затыкаем выращиваем подбадривающую поддерживающую часть которая говорит тебе ты сможешь ты молодец давай иди пусть медленно главное не останавливаться ничего страшного и хвалить себя конечно обязательно мужчина не отвечает на звонки смс меня это напрягает он сказал что всем так не отвечает и друзьям когда я хочу видеться он не отвечает а когда он пишет я соглашаюсь на встречи ну мужчина живет для себя молодец ушел человек из жизни да женщина за дверь или он за дверь убрал пятно внимания все забыл про нее вот это как в идеале как нужно строить отношения человек за дверь с глаз долой и сердце вон все занимаемся своими делами ну смотрите здесь два варианта либо он с вами не хочет серьезных отношений либо он их просто вообще ни с кем не хочет он независимый у него есть свои цели он настроен на работу отношения для него не то что на втором может быть даже на пятом месте а серьезные отношения вообще где-то за горами все он такой поэтому знаете как вас это напрягает но ради вас меняться не будет лучше себя не обманывать хуже всего когда вот всегда нужно основываться на фактах если есть какие-то сомнения нужно сразу все это прояснять не давите естественно но все таки и вы вы отловили да отследили так меня это напрягает следующий вопрос а чего хочется и к примеру я фантазирую хочется чтобы он там писал мне сам сам приглашал на встречи на свидание хочется как-то чтобы он ухаживал окей но если не ухаживает есть вариант выяснить он всегда был такой вообще были ли у него когда-то это отношения серьезные чтобы он ухаживал за женщиной или у него в принципе таких отношений не было если никогда их не было то есть вариант что он не хочет и не будет и не нужны они ему зачем себя дальше продолжать обманывать вы либо говорите ну ладно смирюсь пока так там повстречаюсь посмотрю либо вы говорите не буду терять время и спасибо петя я ухожу